МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Славлю я мой край красивый, славлю край приволжский милый, славлю песни птичьих стай, славлю мой чувашский край". МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легенда повествует о том, что несколько веков назад в этих местах жил человек по имени Элик. Было у него 12 сыновей. Каждый день они ходили в лес за дичью, а дубравы простирались в округе знатные. В них водилась разная живность, в том числе и медведи. Братья и на них охотились. Когда сыновья Элика выросли, старик поженил их и поселил в окрестностях. Так возникло само село Аликово, по-чувашски Элик, и ближайшие к нему деревни. Кстати, поселений в районе ровно 12, по числу сыновей у отца-основателя этих мест. И сегодня еще здесь можно увидеть приметы тех стародавних времен. Река, которая протекает возле села, до сих пор носит название Медвежий овраг, хотя ни медведей, ни дубрав вокруг не сохранилось. Почтенный возраст села подтверждают и исторические документы. Первое упоминание о Баликова встречается в источниках 1694 года. Вековые дубы еще долго оставались отличительной чертой Аликовского района. Лесные гиганты даже принесли всероссийскую известность этим краям. Это лес возле деревни Энехмедь. Во времена Петра Первого произраставшие здесь дубы пошли на строительство флота первого российского императора. За моей спиной здесь есть порогал шириной метров 400 и длиной около 5 километров, который был полностью вырублен и полностью вывезен в Санкт-Петербург. После Петра Первого таких масштабных вырубок уже не было, поэтому часть дубов удалось сохранить. Самый старейший сегодня лесной гигант на территории района находится также возле деревни Энехмедь. Этому великану, считают специалисты, судя по годовым кольцам, более 200 лет. Обхватить его могут с трудом три человека. Местные жители повесили на дерево табличку с пожеланиями силы и старейшему дубу. Постепенно дубраво восстанавливается. По краям леса уже пробивается молодая поросль. И эти места вполне могли бы претендовать на звания туристических в будущем. Испокон веков аликовцы успешно работали на земле. Выращивали овощи и занимались животноводством. И сейчас приоритетное направление в районе занимает сельское хозяйство. Самым передовым и стабильно развивающимся хозяйством является новый путь. За 16 лет работы показатели кооператива всегда остаются в лидерах. Причем не только по району, но и по республике. Основное направление – животноводство. В хозяйстве почти полторы тысячи голов крупного рогатого скота. Из них 400 – дойное стадо. Это единственное хозяйство в районе, которому удается получать с одной коровы более 7700 литров молока в год. Высокие результаты работники объясняют научным подходом к кормлению и использованием новых технологий. Да и просто любить свое дело и свою землю нужно. Без этого ничего не получится. Я остаюсь, наверное, скорее всего, патриотом. Патриотом своего района, республики. Как я обычно говорю, я работаю и получаю от работы удовольствие. От работы за то, что удовольствие получаю, надо обычно платить, а мне зарплату платят. Отборные овощи, фрукты и ягоды со своих грядок перерабатывает аликовский плодокомбинат «Чувашпотребсоюза». Были времена, когда консервы из Аликова даже в Европу поставлялись. И до сих пор продукция комбината известна и узнаваема в стране. У него богатая история. Уже почти 70 лет здесь неизменно производят консервированные продукты, соки, сладкие напитки, маринуют огурчики и помидоры. Всего более 70 видов готовой продукции. Главный девиз завода только натуральные и экологически чистые продукты. Все должно быть как дома, у мам и бабушек. Из аликовского лимонада из района тоже никто не уезжает. Сладкий напиток завоевал репутацию одного из самых вкусных в Чувашии. И, как говорят производители, самых натуральных. А делают его здесь же на плодокомбинате. Мы по старинке все. Все-таки свой бренд хотим оставить на долгие годы. Мы варим сироп, как раньше, много лет назад варили. Из этого сиропа потом уже разливаем напитки. Поэтому, попробовав наш напиток один раз всегда хочется его еще и еще. Ставку на натуральность делают и на Аликовском хлебозаводе. Тут пекут и хлеб, и ароматнейшие булочки, а еще много видов сладкой продукции. Кексы, воздушный зефир, пряники, баранки. От таких вкусностей не откажется ни один сластена. Но своим самым известным брендом здесь считают нарезные печенья. Из чего состоит нарезные печенья? Это вода, сахар, мука и марганин. Больше химические какие-то добавки не добавляем. В республике, насколько я знаю, не производится. Поэтому раскупается в очень большом количестве. А весь секрет в чем? Вода здесь своя, артезианская, мука, чувашская. И пекари работают с душой. Поэтому продукция завода востребована и в других районах. С сельским хозяйством в районе связывают большие планы на будущее. Уже готовы к реализации масштабные инвестиционные проекты, которые должны повысить экономическую привлекательность района. Прорабатываем вопрос строительства логистического центра. Для этого мы на территории Петирского сельского поселения выделили участок одному из фермеров. Они практически уже изготовили проект, где будет, значит, 8 современных овощехранилищ по 1000 тонн каждая. И также они хотят там построить предприятие глубокой комплексной переработки картофеля и овощей. Аликовские земли также славятся богатейшими месторождениями глины. Власти хотят, чтобы природные богатства использовались не только для поделок местных мастеров, но и нашли более выгодное применение. К примеру, предложили инвесторам запустить завод по производству глиняной черепицы. Тем более, что такого в России больше нигде нет. Району есть что предложить и туристам. В самом селе Аликово расположено очень красивое старинное здание, которое является охраняемым памятником культуры. Чувашский просветитель Иван Яковлев построил его для своих первых учеников. И долгое время школа работала. Сейчас здесь располагается литературно-краеведческий музей, в котором хранится более 16 тысяч экспонатов. Самые старейшие из них каменного века до нашей эры. А в Чувашско-Сорминском сельском музее можно посмотреть на загадочный артефакт. Необычный предмет был обнаружен директором музея. Откуда он взялся, кто принес, для чего был предназначен, что означают символы, изображенные на нем? Ответа нет ни на один вопрос. Ничего подобного в Чувашии еще не находили. И многие ученые пытались разгадать эту тайну. В свое время этот экспонат изучал Каховский Борис Васильевич, доктор исторических наук. И он внятного ничего не мог сказать. Но вот на экспонате находятся какие-то иероглифы. Он в форме сердца. Там есть дыра. Предположительно, что-то связано с солнечной планетой. Предположительно. Но есть такое еще предположение, что это язычество. Православные паломники со всей страны приезжают в село Раскильдина. Здесь находится церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Это уже третье здание храма, построенное в начале 20 века. Предыдущие два не уцелели. Верующие приходят сюда поклониться иконе Божией Матери Скоропослушницы. В народе ходит молва о том, что икона чудодейственная, помогает женщинам исцелиться от бесплодия, а бездетным парам обзавестись детишками. В храме говорят, действительно, таких случаев было много. Икона на самом деле удивительная. Она была написана на Афоне специально для этого храма, привезена сюда в 1907 году. И это еще не все чудеса церкви. Некоторые старинные образы здесь сами осветлились. Бабушка, которая здесь служит, уже лет 50 работает, всегда думала, что это икона Петра и Павла. А оказалось, это икона апостола Павла и пророка Ильи. Она даже сама, 50 лет эта икона уже давно была затемнена, и надпись не читалась, и никто не знал. А сейчас можно прочитать надпись. На второй осветлившейся иконе изображен святой Пантелеймон. Еще в храме можно увидеть образ Михаила Самсонова, единственного представителя Чувашии, причисленных к лику святых. Он служил настоятелем этой церкви в годы репрессий. В 1937 священника тоже арестовали и осудили на 10 лет заключения. В тюрьме отец Михаил скончался, а в 2007 году он был причислен к лику святых новомучеников. Гордятся аликовцы и своим земляком, автором строк государственного гимна Чувашии. Илья Токташ появился на свет в деревне Большие Токташи. В простом деревянном доме, где жил писатель, сейчас находится музей. Тут хранятся личные вещи Ильи Семеновича. Старинный патефон, книги, фотографии все пропитано присутствием поэта. За зданием присматривают его родственники. В деревне Ходякова родился создатель музыкально-драматического театра в Чубоксарах, впоследствии трансформировавшегося в театр оперы и балета Борис Марков. Он также был режиссером, постановщиком всех первых опер чувашских композиторов Шевармань, прерванный вальс, Нарспи, Чапай. Прославили Аликовский район также спортсмены и тренеры, знаменитые братья Семеновы, создавшие школу спортивной ходьбы и воспитавшие многих олимпийских чемпионов и призеров международных чемпионатов, в том числе скороходов Алину Иванову и Елену Николаеву. На Аликовской земле родились два героя Советского Союза Мирон Ефимов и Федот Орлов. Оба на войне были летчиками-истребителями. У каждого на счету огромное множество сбитых вражеских самолетов, уничтоженных танков и даже кораблей. Аликовская земля по праву заслужила звание самого экологически чистого района. Сами аликовцы признаются, воздух здесь какой-то особенный, даже уезжать не хочется. Гордятся жителей водными ресурсами района. Минеральные источники, бьющие здесь, считаются целебными, а озера предлагают любопытным туристам свои загадки. В деревне Эренары есть озеро, которое носит название Тени. Местные жители уверяют, само его появление окутано тайной, которую до сих пор никто не может разгадать. Некоторые говорят, что это озеро прилетело из деревни Хадары, Шумылинского района. Некоторые говорят, что образовалась как воронка и вода появилась. А большинство людей, старых бабушек, дедушек, можно услышать, что образовалось это за одну ночь. На этом месте, говорят жители, был лес. Всего за одну ночь его не стало. Поэтому озеро в этой местности почитается как священное. Здесь нельзя купаться с женщинам, стирать белье. Каждую весну тут проводят древний обряд Чуклеме. Местные считают, он помогает жителям обрести здоровье и счастье, а еще ограждает от природных катаклизмов. Однажды, когда обряд не смогли провести, в деревне от удара молнии сгорел весь урожай. Ну а кроме того, эти места просто очень красивы. Здесь можно рыбачить, водятся караси, карпы, окуни, в акватории вьют гнезда цапли. Сам районный центр Аликово сегодня активно преображается. Новый облик радует сельчан и приезжих. Село гордится целым каскадом прудов. Власти хотят в ближайшем будущем их благоустроить, сделать места для отдыха. Каждый год здесь строятся новые дома. Надо отметить еще, что правительство Чуварской республики, лично глава Михаила Васильевича Игнатьева большое внимание уделяет как сельскому хозяйству, так и Аликовскому району. Особо тоже. Вот мы, если брать, по прошлому году мы порядка 53 миллионов получили и практически закрыли программу строительства ветхого и аэриного жилья по переселению граждан. Мы эту программу выполнили. Он даже приезжал, вместе вручали ключи, добротные дома строят. Для тех, кто ведет активный образ жизни, здесь организованы кружки и секции. Воспитанники студии нередко занимают призовые места на российском и международном уровнях. Аликовцы говорят, приезжайте к нам в район подышать свежим воздухом, полюбоваться местными красотами, искупаться в чудесных озерах и источниках. Да и оставайтесь здесь.